Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Продолжаем наш тренинг по специальному массажу. Мы перешли к шейно-моротниковой зоной. Либо делаем ее отдельно. То есть это получается от нижнего угла лопаток и до головы. Либо как продолжение массажа спины. То есть это от эгоризма получается и в общем все тело до макушки. Значит мы переходим. Первый след начинается с того, что мы переходим. Мы стояли сбоку от человека. И пока он укладывается, там поудобнее руки под годы укладет. Как я вам уже говорил, можно там через подушку положить. Пока он укладывается, мы в этот момент уже начинаем разминать ему шею. Мы еще сбоку стоим. Уже разминаем шею. Пальчиком мы так размяли. Подняли эти мышцы вместе. Раскачали их и растянули в длину. В двух сторон. По реверсебральной мышце. Потом по очереди их размяли. Прошли до конца. До кармиального отростка. Опять же разминанием. Растиранием. Растиранием включается тот вот... Впервые у нас новый вид растирания. Когда мы ладони инверсируем. И трем вот так вот. Практически перепонкой между большим указательным пальцем. И после этого выжимаем эти мышцы. Страпеция. Выжили. И перешли в этот момент наука работы. Мы переходим в сторону к голове. Встанем отсюда. Поэтому я и нарисовал все здесь ногами. Скажем, да? Понятно, потому что он обрегает человек отсюда. И начинаем отсюда растирать в стороны. Вот так быстро растираем в стороны. То есть, первое напишу, да? Это вот все приемы по поводу перехода. Они же там, ну, все чередуются, да? Растирание, разминание поперечное, разминание продольное. И выжимка мышцы, да? Это вот все, как бы, делается с двух сторон. Все понятно, поэтому я сразу напишу переходный момент. Переходное растирание. Ой, растирание. Переходная часть, куда все сразу включается. Встали. И опять начинаем с продольного растирания, перепонками этих мышц, чтобы уже она идет вот так. От головы к периферии, да? До этого мы растирали вот так вот. Видно, да? Вот так вот. Теперь от головы к периферии вот так растирание идут. Вот в эту сторону. И все, что мы начинаем делать с головой, с шейно-воротниковой зоной, все движения теперь идет вниз, в сторону таза. То есть, вот туда. Мы растерли, да? В эту сторону. Растирание от головы к периферии. Пальцы остановились наши вот в этой точке. Акупунктурная точка, где соединяются ключица и аккормиальный отросток, там крепятся мышцы, трапеция. И пальцы начинаем отжимать мышцы, которые большими пальцами продолжаем, вокруг аккормиального отростка. Мы их отжимаем вокруг лопатки, отжимаем и возвращаемся вот сюда. Получается, мы как бы рисуем такие перышки. Прием называется крылья купидона. Потому что не ангелы, а крылья маленькие, как у купидонщика. Ну, кому интересно, можете найти крылья эроса. Ну, это греческая мифология, там все они примерно одного размера были. То есть, вот, давайте покажу, да? Сбоку, чтобы было видно. Вот, и примерно отросток, он такой вот квадратный получается, да? И вокруг него вот мы отжимаем вот эти все мышцы, которые сюда крепятся, вокруг лопатки, возвращаемся обратно. Натягиваем мышцы трапеции вот здесь вот на себя. Я прям лаку леопарда берем, натягиваем на себя и руки превращаются в кулак. В кулак это сразу мы растираем холку, да? Разминаем холку, глубокое разминаем холки. Кулаками. Ими же кулаками, этими же, да, мы рисуем еврейский канделябр. Три прохода. То есть, вот мы нарисовали основание, мы уперлись в ость лопатки, самую большую, да? И обошли уголок лопатки, дальше вверх. Рисуем стержень, вот это минора, да? Юлия Скандидайбр называется минора. Вот мы кулаками уперлись в ость лопатки. Ость, вот она, да, вот в эту часть. Не укримиальный отрост, такого в ость, вот прям вот растянули ее, да, в сторону. Потом обошли уголок лопатки, развели руки и нарисовали до таза. Получается, вот эти вот, раз, два, три подсвечника. Раз, два, три, четыре. По четыре, скажем, стороны. Вот, понимаете, почему называется минора. Теперь. Уперлись в таз и протолкали его по очереди. Куда-сюда. Второй проход, ну, просто вернулись обратно, да, второй проход. Опять же, развели, соединили локоть, костяшки пальцев, кулаков, да? Развели опять, и теперь же вот с такой вот всей вибрацией прошли вверх. Уперлись в тазовые кости и протолкали их декомпрессировать в ту сторону, в том направлении. Все, все идет вверх. Бульдозер спускается с горочки, да? Бронит в протяжении. Ну, давайте первое, это вот. Сейчас. А. Тол. Чеки. Вон, таз. Б. Бронит в протяжении. В. Это, получается, рисуем девятую. Девятую недостающую. Недостающий подсвечник. Вот, вот так, вокруг. Отростков, то есть мы забыли же подевать. у нас получилось по четыре скажи страны да вот мы опять развили рисуем 49 вокруг оси тратистов рисуем до верха упираемся в самое важное это вот сюда пояснично-подвздошное сочинение да вот них разбиваем вот тут разбиваемся эти соединения дайте квадратной мышцы крепится большими пальцами как бы зажигаем свечки да получается могут тут вот зажгли свечки и далее руки остались на месте до поочередно мы теперь диагонально растягиваем получается в кость упираемся тянем вот сюда здесь упираемся в ось лопатки да и тянем вот сюда и соответственно здесь вот сюда здесь вот сюда диагонально растягивание до получается 6 так вот зажгли свечи шестое диагонально и растягивание и завершаем это все художник весь какой красивый соль тогда прям какой-то тут масонская символика наблюдается какая-то и вот художник все это смывает до смывая мы обоими руками художник стирает картину с подъемом поднимаем человека за таз поднимаем за бока поднимаем за ребра с вибрацию так вот от меня жеребра невралгии освобождаем и по локтям по плечам уводим энергии стороны и на сброс сортист бросаем энергии стороны это вот седьмое художник смывает картину даже писать вот и дальше мы переходим к сету номер два это уже конкретно вот воротниковая зона но об этом в следующий раз это будет для кого-то циркет для кого-то сюрприз а для кого-то и тайна